Друзья, всем привет! Это видео инструкция о том, как собрать печатные диски для Урала, копийные диски, которые мы продаем. Собственно, по такой схеме можно собрать диски для Урала, диски для Шишиги, ну и возможно в дальнейшем какие-либо еще другие диски, которые мы будем продавать, печатать для моделей ВПЛ. Итак, продаются комплекты по 7 дисков для Урала и по 5 дисков для Шишиги. Покажу я вам сборку на примере одного диска. Для того, чтобы собрать диск, нам понадобятся две, как их называть, направляющие для резины. Собственно, верхняя вот эта крышечка. Обычно, как правило, все диски я отдаю уже снятыми с подложки, точнее все запчасти для дисков отдаю снятыми с подложки, но вот здесь в видео показываю вам, прям как все это дело выходит из принтера. Диски собираются на винтики. Винтики 1,6 мм, вот такие вот винтики. Для Урала длина винта должна быть 8 мм, для Шишиговских дисков длина винтиков должна быть 10 мм. Вот такие маленькие винтики и вот такие маленькие гаечки. Для того, чтобы удобнее что-то дело было собирать, вам потребуется маленькая отвертка и также либо головка под маленькие гайки, либо можно использовать, например, узконгубцы, ими удобно держать гайки, чтобы закручивать их, ну, чтобы закручивать винт, имею в виду. Все вот эти плоскости, как правило, я либо выравниваю, ну, на всякий случай всегда проверяйте, чтобы не было каких-нибудь маленьких остатков от печати. Как вы можете заметить, здесь плоскость ровная, здесь у нас плоскость тоже ровная, и здесь у нас плоскость тоже ровная, плюс я включаю функцию разглаживания, и вот эта верхняя получается площадь у нас полностью вся ровненькая, разглаженная. Соприкасается это все тело очень-очень хорошо. Также для того, чтобы собрать диски, вам понадобится либо суперклей, я пользуюсь космофеном, продается в строительных магазинах, стоит 150 рублей такой тюбик, его хватит вам надолго. Либо же еще можно использовать паяльник, сейчас я все это далее в видео вам покажу. Значит, помимо всего, что я вам сейчас рассказал, нам еще также с вами понадобится сверло 1,5 мм, сейчас найду его, вот оно сверлышко, то есть винты 1,6 мм, сверло 1,5 мм, я использую, потому что оно так мне кажется удобнее. Значит, собирая диск для Урала, собирая диск для Шишиги, вы первым делом берете и рассверливаете отверстие, потому что отверстия сделаны под меньший диаметр. Это все сделано специально для того, чтобы все плотненько собиралось, для того, чтобы не было лишних люфтов и лишних зазоров. Просверливать я рекомендую все это дело вручную, не использовать дрель, потому что дрелью, если будете сверлить, вы можете перегреть пластик и его поведет. Соответственно, диск в таком случае вы испортите. Поэтому я использую просто вот ручку отвертки, зажал в нее сверло и вручную все это дело занимает, ну, не знаю, на все 7 дисков максимум 5 минут времени, чтобы все это дело просверлить. В общем, сверлим и далее покажу вам, что нужно делать. Все, просверлили все отверстия, расширили их, сделали большим диаметром. После этого проверяете все вот эти вот заусенцы, возможно, которые здесь образовались, но с этой стороны по-фигу. А вот на этой крышечке, если вдруг где-то что-то есть, то можно аккуратненько с замерским ножом это дело вот так вот подровнять. Ну, здесь ничего нету, просто показываю вам, как пример. А, вот смотрите, здесь небольшой есть такая вот куцка, ну, как следы печати, остатки от поддержек. Точнее, нет поддержек, а вот подложки получается. Все, то есть можно подровнять тут, если где-то что-то вдруг там осталось. Ну, в целом, я, как правило, перед отправкой все это дело сам проверяю. Берем мост, любой пластиковый, металлический, нам нужен сам мост, ну, по-хорошему, да, либо можете на модель поставить и прокрутить на модели этот диск для того, чтобы ровно склеить две основные такие вот половинки, две запчасти. Нам нужно втять нашу ступицу и соединить ее вместе с основной, как бы, частью диска. Вот таким вот образом, выставить это все дело вровень. Вот, выставляем все это дело вровень, далее фиксируем на ось и смотрим, проверяем, чтобы все это дело ровненько вращалось. Также, друзья, еще учитывайте момент, что иногда в ОВПЛ сами хексы, они кривые. То есть, вы можете вращать ось, и хекс будет криво стоять, и при этом диск может быть ровный, а хекс кривой, и у вас будет такое вот биение. Поэтому, вначале, проверьте ваш хекс. Вот даже этот хекс немножечко бьет, я вижу, как, если смотреть на верхнюю грань его, то, как бы, небольшое биение есть. Ну, с этим ничего не поделать, что-то качество такое. Даже для примера, чтобы, ну, не думали, что я вас обманываю, сейчас возьму другой диск стоковый. Вот, например, стоковый диск, ОВПЛ-овский. Смотрите, одеваю его, и то же самое, на камере, я надеюсь, видно, такое же биение, видите. То есть, это просто хексы. Немножечко кривоватые. Ну, бывает такое, да. Вот здесь то же самое, видите. Вообще, как правило, всю эту процедуру, если вдруг для кого-то я собираю диски, если мы собираем для кого-то диски, мы делаем на пластиковые оси. То есть, на пластиковый хекс, ну, пластиковый мост берем. Но я его сейчас не нашел, поэтому соберу на вот этом. Главное, чтобы все вот эти вот места у нас как бы были вровень. Также можно все это дело еще сразу вот так вот совместить с верхней частью. Вот. Далее, когда вы все это дело вот так вот совместили, с этой стороны вы берете суперклей. К сожалению, у меня суперклей немножечко уже, ну, сам тюбик испорчен, поэтому я так сделать не могу. Но вы берете суперклей и аккуратно по капельке его вот сюда вот, вот сюда вот капаете. Сюда, сюда, сюда и вот сюда. Даете всему этому делу минут 15 просохнуть, после чего, как правило, две эти половинки, они хорошо склеиваются. Также еще для надежности иногда я беру паяльник и паяльником вот так вот запаиваю эти места. Как правило, друзья, ни у кого еще из тех, кто купил у нас диски, они не разваливались, чтобы вы сразу в комментариях не писали, что это ненадежно. Способ надежный. Нагрузки здесь большой нету на эту часть. И что суперклей, что если вы паяльником это дело спаяете, это все будет держаться. Соответственно, соединили две детали. Далее нам нужно одеть кольца по типу, как они одеты на диске ВПЛ. То есть, смотрите, здесь сколько? Ну, миллиметр полтора получается. Может быть, два расстояния для того, чтобы резину одеть нужно было. Соответственно, вы точно так же все это дело одеваете. Просто вот так вот совмещаете, доставляете одинаковый зазор. Вот здесь. И все это дело далее по контуру приклеивать. Ну, либо паяльником запаивать. Вот с этой стороны можно просто так паяльником все это дело запаять. И то же самое делаете со вторым кольцом. Второе кольцо одевается прямо вровень вот с этой линией получается. Так, друзья, мы одеваем с вами второе кольцо. То есть, тоже вровень с линией. Для того, чтобы к этому верхнюю чашку, крышку точнее одели. У нас здесь получился тот же самый вот зазор. То есть, одеваем. Все это дело с этой стороны фиксируем. Вот с этой стороны изнутри получается. Тоже либо клеем, либо тем же самым, например, паяльником. Ну, как правило, вот эти кольца я просто вначале одеваю, не фиксируя их. Собираю полностью весь диск, а потом уже только выравниваю, выставляю вот эти кольца. Итак, ну и друзья, второй способ. Да, я говорил, что и второй еще способ. То есть, соответственно, сейчас секундочку. Далее, здесь получается мы с вами вставляем сюда уже сразу винтики. Когда мы все эти две половинки склеили, вставляем винтики и начинаем затягивать гайки. Ну и второй способ еще есть. Когда мы берем с вами изначально верхнюю крышку, берем ступицу, совмещаем отверстия таким образом, чтобы вот так, в общем-то, вот так совмещаем отверстия. Да, вы не видно. Не видно, я неправильно совместил. Вот так совмещаем отверстия. Так, да, давайте. Вот так совмещаем отверстия, чтобы вот здесь у нас были как бы, ну, как это назвать, чтобы не мешали две детальки друг другу. И все. Далее, друзья, вкручиваем винты, 10 винтов и 10 гаек. Довольно кропотливая работа. В таком масштабе, конечно, все это дело собирать. Я, как правило, вначале наживляю все 10 винтов. Интересно, вообще есть у меня 10 винтов? Тут, мне кажется, даже 10 винтов здесь нет, если честно. Вот это поворот. Ссылку на винты я оставлю в описании под видео, если вдруг они вам нужны. Но, как правило, сейчас комплекты дисков я продаю сразу с винтами. То есть, винты держу в наличии у себя. Так удобно, мне кажется, чем давать ссылку, чтобы вы еще и винты потом ждали, заказывали. Возьмем диски от Шишиги. Вот, кстати, сейчас покажу вам сразу диск от Шишиги, например. Вот, видите, и для диска от Шишиги нужны, как я сказал, винтики другой длины. Потому что у Шишиги немножечко по-другому сделаны диски. Переверем гайку, один винтик сейчас сюда выкрутим. Оп. Все. И вставляем его в последний винт. Все. Наживили все винты. Далее все это дело совмещаем. И закручиваем. Сейчас покажу. Наверное, надо перевернуть, да? Ну, в общем, друзья. Закручиваем так, чтобы винты. Вот, с этой стороны. Ну, и далее нам остается закрутить 10 гаек. Я для этого использую маленький ключик. Ключик, кстати, из набора. Из большого, довольно-таки, набора. Ссылочку тоже в описании под видео оставлю, если вдруг вам нужны такие головки маленькие. Уже можно материться? Да. Так, наживили гайки. Далее их по-хорошему нужно все подзатянуть немножечко. Все. Диск наш почти собран. И далее, друзья, как вы уже можете догадаться и сами, мы надеваем с вами кольца, а мы с вами вот так все это дело совмещаем. Оп. И точно так же аккуратненько склеиваем, либо запаиваем паяльником. Второй способ, на мой взгляд, немного удобнее, чем первый, поскольку здесь тиск у нас точно получится ровный, так как эта плоскость у нас ровная. Посмотрите, она прям видно, какая она ровная. И вот эта плоскость у нас тоже ровная. Поэтому перекоса никакого здесь быть просто не может. Соответственно, можно все это дело надеть и проверить. Ну вот как было это небольшое биение от хекса, так оно и осталось. Конечно, в идеале, да, нужна ровная ось, на которой бы не было вот этого биения. То есть мы с вами все это дело вот так вот собрали, склеили, ну и далее уже выставили вот эти вот кольца. Выставляем эти кольца. И, соответственно, тоже, как я уже сказал, приклеиваем, либо припаиваем. Все. Собственно, диск наш собран. Подкачка, друзья, подкачка имеет вот такое место под винтик. Соответственно, когда мы с вами диск вставляем, мы его закручиваем, закручиваем, прикручиваем. Все, прикрутили. Красота. И подкачкой этот винтик мы с вами закрываем. На диске есть вот специальное место под подкачку. Вот она, вторая часть ее, как бы продолжение. И нам нужно совместить нашу подкачку и вот эту часть. Вот таким вот образом. Для того, чтобы подкачка у вас не сваливалась, либо же, если у вас, например, шляпка винтовок большая, то вот это отверстие вы можете расширить. Либо ножом чуть-чуть пройтись по контуру, либо взять сверло и аккуратненько его рассверлить на больший диаметр. Для того, чтобы он наделся на винт. То есть, вот так совмещаете подкачку. И подкачку я рекомендую, когда вы уже диски покрасили, собрали на капельку клея, буквально в любом месте, вот здесь внутри капельку клея. И на эту каплю клея, того же самого суперклея, например, просто ее зафиксировать. Вы всегда сможете ее оторвать, если вдруг вам нужно будет открутить колесо. Но таким образом вы ее не потеряете, если на клей зафиксируете. Ну и в дальнейшем еще я планирую доработать немножечко фиксацию этой подкачки. Попробую один из способов. Если получится, значит, буду печатать подкачку немножечко видоизмененную, для того, чтобы она хорошо и плотно фиксировалась вот в этом посадочном отверстии. Ну, в своем посадочном месте. А пока что, ребята, используйте капельку клея. Также, друзья, хочу показать вам в этом видео еще дополнительные бонусы или дополнительные запчасти, которые есть к вот таким вот дискам. Для напечатанных дисков у нас есть утяжелители самодельные. Стоят они гораздо дешевле, чем покупные на Алиэкспрессе. Вот так они выглядят. Ну, соответственно, здесь будут еще два отверстия просверленных. И вот этот диаметр, диаметр на диске, он отличается от диаметра стоков. То есть, если вы возьмете стоковый утяжелитель, например, который был обычный на диск ВПА, то он подходит. Сюда же, к сожалению, этот утяжелитель у нас не подходит, потому что диаметр диска немножечко больше, видите, да? То есть, надеть его полностью мы не можем сюда. Вот так вот. Ну, а здесь просто диаметр больше, соответственно, как вы видите, вот сейчас покажу вам все это дело. Видите, все собирается. Это вот первый вариант апгрейда дисков. Ну, например, если вам нужны утяжелители. То есть, они у нас в наличии есть. И второй вариант апгрейда. Сейчас покажу вам. Он, на мой взгляд, более интересный. Более, как это сказать, более такой нужный. Это направляющая для резины, друзья. Сейчас покажу вам. Я уже в каком-то видео об этом рассказывал. Вот так он выглядит, направляющая точнее. Она бывает с разным, с разным смещением, да? Сейчас покажу, сейчас возьму шину, покажу вам на примере шины. К сожалению, шины от Урала закончились, поэтому взял шину от Шишин. Ну, не суть. Она мягенькая. И вот эти утяжелители, точнее, вот эти направляющие, ну, они же и утяжелители, можно использовать как бедлоки для фиксации мягких шин. Например, чтобы не приклеивать их к дискам. Да, на этих дисках хорошо держатся твердые шины. Их не нужно приклеивать. А вот мягкие шины на них, ну, с них спадают. Так же, как и со стоковых дисков. То есть, абсолютно одинаковый эффект. Поэтому сюда мягкую резину нужно либо приклеивать, либо же докупать и использовать вот такие направляющие. Итак, я думаю, что уже ни для кого не секрет. Я об этом говорил уже в нескольких видео, что вся резина УВПЛ отлита на одну сторону. То есть, если вы соберете ее на диск, то вся резина будет выбирать больше на одну сторону. То есть, например, с этой стороны у вас диск, резина будет выступать в эту сторону. И, соответственно, с этой стороны у вас резина будет выступать также в эту сторону. То есть, вы понимаете, как бы модель у вас ровно, диски ровно, мосты ровно, а вся резина будет смещена в одну сторону. Но если вы возьмете свою модель VPL и обратите внимание на это, то вы сразу же заметите этот эффект. И для того, чтобы это исправить, собственно, и сделана вот эта направляющая. То есть она направляет нам резину относительно центра нашего диска. Соответственно, когда мы с вами эту направляющую наденем на диск, то она, кстати, очень плотно одевается. Потому что это еще первая партия, первая пробная печать у меня была направляющих, я имею в виду. И я их напечатал немножечко, ну, очень плотно, видите, то есть мне нужно той молотком выставить. Вот, собственно, то есть получается мы с вами одеваем сюда резину. Мягкая резина очень хорошо натягивается на эти направляющие. Далее вставляем. И посмотрите, друзья, то есть резина у нас зафиксировалась, как будто быт-таки бутлоком. То есть она уже оттуда у вас не выскочит. Приклеивать ее при этом не нужно. Видите, да, все плотненько сидит. Соответственно, с этой стороны, с этой стороны, когда вы, ну, вот эту часть нужно приклеить, как я уже говорил. И с этой стороны, когда вы все это дело скрутите, вот так вот вместе соберете, то у вас с двух сторон шина полностью зафиксирована. Все. То есть, ну, грубо говоря, это диски с бутлоками, да? С бутлоками и с направляющей. При этом есть место для того, чтобы мягкая резина вот сминалась. То есть есть расстояние от резины до этой направляющей для того, чтобы резина вот так вот у нас сминалась, когда модель ехала. Собственно, эту направляющую можно сделать и меньшим диаметром. И еще, друзья, очень важно, что резина у ВПЛ она тонкая. И для нее вот этот бутлок нужен большего диаметра, чем, например, в 10-м масштабе. То есть в 10-м масштабе, если мы с вами возьмем резину, то у нее вот эта вот, как это назвать, полка, стенка. То есть, ну, место, где фиксируется наша резина, она гораздо толще, гораздо больше пятно соприкосновения, пятно контакта. Здесь же у нас это пятно контакта очень маленькое, и поэтому нам нужно так, чтобы резина зажималась не только вот там внутри, но еще и зажималась вот здесь, чтобы прилегала к этому, к направляющей. Тогда она держится. Если мы это кольцо сделаем по диаметру вот этого кольца, например, то резина держаться не будет. Все это дело я уже проверял. Ну и посмотрите, да, то есть если обратить внимание, то сейчас с направляющей, что с этой стороны, что с этой стороны резина выпирает, выступает, точнее, на одинаковое расстояние. Эти направляющие есть со смещением. То есть, например, если вам нужно сместить резину больше внутрь, именно резину вот внутрь модели, если вы не хотите, чтобы она здесь, например, сильно выступала, то можно сделать направляющую, и резина будет смещена в эту сторону. Если наоборот хотите, чтобы резина вот здесь была как бубликом, да, полукруглой, больше, да, выступала, то можно сделать направляющую со смещением в эту сторону. Вот, все это, друзья, у нас есть, все это мы делаем. Возьмем весы, наши боевые. Так, значит, стоковый утяжелитель от VPL 62 грамма весит Утяжелитель для этих дисков весит 56 граммов О, как, даже меньше весит Вот так Ну и направляющая, не знаю, друзья, давайте вот с этой частью ее замерим Все-таки она пару грамм там весит 20 грамм получается 20 грамм, но плотность заполнения здесь, по-моему, 20% стоит Соответственно, если я поставлю 100% заполнения, то эта деталька может весить, наверное, 40 грамм где-то Да, около 40 грамм, наверное Но, соответственно, и цена печати тогда будет стоить дороже Потому что вот эти штуки, они очень долго печатаются Очень долго печатаются, вот эти направляющие Я думаю, что теперь вы без проблем сможете собрать диски для Урала, для Шишиги Также, если вам нужны направляющие, если вам нужны утяжелители на печатные диски Если вам нужны утяжелители на диске VPL Вот эти утяжелители у нас тоже есть для обычных дисков Пишите нам в личку, либо в контакт, либо на почту Все ссылки в описании под видео есть Я желаю вам всем удачи Прокачивайте ваши тачки Делайте правильный апгрейд Пишите ваши комментарии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok